Побережье Белиза. Мангровые леса, лагуны и маленькие островки. Берег Карибского моря. А под водой – не менее пленительная система жизни, поражающая богатством и многообразием. Древняя. Красивая. Плавать с пятнистыми орликами потрясающе. И опасная. Там уйма акул. Я обогнул риф, а она мне навстречу. Прямо лицом к лицу. Когда плаваешь рядом с барракудами, ты просто робеешь. Барракуды порой пугают тебя больше, чем акулы. Волшебный мир. Сказка наяву. Где возможно, невозможно. Причастность к этому внушает благоговение. Эти места Дарвин назвал самым замечательным рифом Вест-Индии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Белизский барьерный риф. Он тянется на 40 километров от материкового Белиза по Атлантике Центральной Америки. Крупнейший барьерный риф северного полушария и второй по величине после Большого Австралийского. Здесь водятся более 500 видов рыб и свыше 100 типов твердых и мягких кораллов. Эти кораллы – одни из самых чарующих живых существ мира. Когда ты там под водой, вокруг тебя кораллы, морские веера, губки. Их колышет в течении. Там просто потрясающе. Ты чувствуешь себя свободным, невесомым. Вокруг тебя мириады разных существ. Они разноцветные. Ты любуешься этим буйством жизни в водах Белиза. Причастность к этому внушает благоговение. За века кораллы, рубчатые, акропоры и мозговики стали здесь основой всей жизни. В глубинах есть колонии возрастом в 4000 лет. Коралловые рифы нужны примерно одной четверти всех известных морских. для пропитания и как укрытия. И при этом рифы занимают меньше 1% океана. Древние монолиты – это настоящие джунгли моря. В них благоденствуют удивительные существа. Одно из самых пленительных – пятнистый орляк. Плавать с пятнистыми орляками потрясающе. Они большие, красивые, грациозные и прямо парят под водой. И когда они передвигаются возле тебя своими медленными, мерными взмахами, тебе кажется, что ты попал в иной мир, что вокруг тебя внеземные существа. Весом до 230 килограммов этот летающий морской леопард далеко не крупнейший среди скатов. Но по размаху крыльев в 3,5 метра он равен крупнейшей птице мира, странствующему альбатросу. Своим длинным, тонким, ядовитым хвостом пятнистый орляк защищается от хищников. Также он пользуется своей величиной и скоростью и ради спасения от хищника может полностью выпрыгивать из воды. Орляки умело ловят мелкую добычу круша панцири рачков плоскими, похожими на терку зубами. Но это мягкие существа, и их стычки с людьми чисто случайны. Этого нельзя сказать о большой барракуде. Когда плаваешь рядом с барракудами, ты прямо робеешь, особенно когда ты видишь, какие у них зубы. Но большинство водолазов, аквалангистов, я думаю, любят встречать барракуд, потому что этот испуг, который они вызывают, действует возбуждающим. Двухметровые, весом в целых 45 килограммов, эти свирепые хищники, как ракеты, рассекают воду со скоростью до 40 километров в час. Они вонзают в жертву два ряда острейших зубов. Будь барракуды мягче, они бы не достигли таких удивительных успехов в эволюции. Они очаровывают водолазов, но при этом внушают им страх. Барракуды любят бросаться на блестящие вещи, в том числе металлические. И часто рассказывают о том, что барракуды бросаются на людей, оказавшихся в воде в сережках, обручальных кольцах, и откусывают эти вещи вместе с ушами и пальцами этих людей. Так что барракуды порой пугают тебя больше, чем акулы. К счастью для ныряльщиков, человеческое мясо не входит в число любимых блюд барракуд. Еды на рифе полно, хотя и скрытной. Плейта рыл – поистине чудная рыба. Кружась и дрейфуя по течению, он меняет цвет, сливаясь с кораллом. Среди столбчатых кораллов флейта рыл почти невидим. Он не виден ни хищникам, ни своей добычей. Флейта рыл бесцеремонно всасывает мелких беспечных рыбок своей длинной, вытянутой мордой. Он искусный хищник, и при том не единственный в этих водах. Павлиний ботус. Он словно камбала, но с другой планеты. Он замечателен умением копировать цвет и рисунок окружающей среды за секунды. У павлиньих ботусовы длинный грудной плавник. Он нужен в брачных ритуалах. Перед спариванием и у самцов, и у самок он встает торчком. Так они размножаются. Чисто по павлиньи. Оба глаза павлиньего ботуса природа разместила на одной его стороне. Они двигаются независимо друг от друга, давая ботусу замечательный панорамный обзор моря над ним. Едва завидя хищника или жертв, он просто исчезает. И это полезный прием, особенно против одного из высших хищников рифа – акулы-няньки. Они неконтактные. Встретив тебя, они уплывают. Вчера во время погружения я встретил одну. Я обогнул риф, а она плывет мне навстречу. Прямо лицом к лицу. И тут же отвернула в сторону. Для людей эта акула не опасна, она даже красива. Скрытный охотник, юрко ныряющий по дну моря, она засасывает в свои сильные челюсти почти все, что может. На рифе меню акулы-няньки безграничны. Они поедают рачков, моллюсков, кальмаров, мелкую рыбешку. А если подвернется ботус, то и ботуса. В отличие от павлиньевого ботуса, крылатку-зебру заметить на рифе легко. Им не место в этих краях, но они здесь повсюду. Родина крылаток – Индийский и Тихий океаны. В Атлантику их вселили случайно, больше 20 лет назад. Сегодня этот инвазивный вид нарушил естественное равновесие морской экосистемы от Техаса до Багамов. Для них этот странный и красивый риф – бесплатная круглосуточная столовая. Здесь, в Атлантике, крылатки истребляют виды мелких существ, крадут пищу у более крупных, а врагов не имеют. Но в их естественной среде, в Тихом океане, все совсем иначе. Тамошние групперы научились заглатывать крылаток целиком, с головы, чтобы их ядовитые шипы складывались назад и не жалили их. Известно, что крылатками питаются свистульки. Здесь, в Атлантике, существа еще не приспособились к питанию крылатками. И хищники пока избегают этих ярких цветов и ядовитых шипов. Возможно, они научатся охоте на них через десятилетия, если научатся. А они вполне могут и не научиться. Пока же численность крылаток пытаются снижать аквалангисты, всюду пронзая их. Мы поражаем их копьями, и тогда приплывают акулы и съедают их, так как крылатки уже не могут защищаться. Обычно шипы крылатки выдвинуты. Но если ее ранят или убьют, они складываются назад, и если заглотить ее спереди, ты не наколешься на них. Между тем, есть и такие виды, которым крылатки пришлись по функцию. Например, качино. У мелководных рифов качино встречаются повсюду, как в полуметре от поверхности, так и на глубине 30 метров. Качино вьются вокруг нас, потому что мы кормим их крылатками. Качино превосходит своих врагов хитростью, прячась в узких расщелинах. Там они закрепляются, упираясь в камень шипом у себя на спине, чтобы их не вытащили, и сидят там, пока опасность не минует. Они держатся у рифа и часто совсем рядом с одним из самых удивительных жителей Открытого моря. Креветки-боксеры составляют брачные пары на всю жизнь. Их красно-белые полоски неповторимы. Их мех состоит из шипиков, которые нужны им для защиты. Как ни странно, их почти не видят. Креветки-боксеры далеко от вершины пищевой цепочки, почти в самом ее низу. Но у них нет врагов. И это вполне заслуженно. Они креветки-чистильщики, удаляющие паразитов, отмершие ткани и частицы пищи с таких рыб, как зеленая мурена. Мало того, креветки-боксеры рекламируют свои услуги. Замечено, что проголодавшись, они пляшут, чтобы их увидели рыбы-клиенты. Для крупных хищников Белийского барьерного рифа креветки-боксеры ценнее живые, чем мертвые. Их постоянный клиент зеленая мурена один из самых скрытных и коварных хищников. Зеленая мурена шныряет по пещерам и благодаря своему цвету сливается с кораллами и камнем. Хотя длина ее до 2,5 метров, поймать зеленую мурену нелегко даже таким хищникам, как барракуда. Мурена редко вылезает из-за кутков в пещерах и норах, где она лежит, поджидая проплывающих жертв. Зеленая мурена удивительна тем, что заглатывает добычу целиком, не растягивая тело. Рыбы обычно всасывают свою добычу. Но при таком способе тело хищника сильно растягивается. В тесной пещерке это невозможно. И мурена действует иначе. Она хватает жертву зубами и втягивает ее в глотку второй парой челюстей, которая выдвигается из недр ее головы и смыкается на жертве. Ни малейшего растяжения. Это словно научно-фантастический триллер. И желтополосые ронки стараются избежать такого кошмара. Длиной менее 20 сантиметров ронки странствуют большими красивыми стаями. Эти стаи чарующие, но несут свою функцию. Снизить для каждой особи опасность того, что нападут именно на нее. Да и обильный корм большой группой находить легче. Сумерки стая распадаются, и желтополосые ронки пускаются искать рачков на дне по отдельности. Плавая в одиночку, нужно быть очень проворным, ведь они одни из самых вкусных рыб на рифе. Там полно барракуд, и они, а также дельфины, обожают ронок. Ронок встречаешь повсюду, и они умеют скрежетать зубами. Они издают ими скрежащие звуки, и мы заметили, что именно из-за этого шума их и любят дельфины. Источник этого скрежетания – их зубки, трущиеся друг о друга. Но смысл этого неизвестен. Пасущиеся ночью на дне ронки могут встретиться с еще одним маленьким шумным существом – рыбой-белкой. Она издает дробный стучащий звук. Не такой, как ее сухопутная тезка. Их называют белками по другой причине. За их плавник, который встает трубой, как беличий хвост. В отличие от ронок, функция звуков рыбы-белки известна. Одиночные – для защиты территории. А когда их странно большие глаза видят приближение хищника, белки бьют тревогу чередой звук. Но пока хищников нет, белки могут кормиться. И одно из созданий, которым они могут перекусить – морской огурец. Одно из самых распространенных существ моря, он словно житель другой планеты. Морские огурцы – иглокожие. Родичи морских звезд и морских ежей, они бывают всех форм, цветов и размеров. Длиной от пары сантиметров до двух метров. Морской огурец – популярная закуска у хищников. Но он вовсе не легкая добыча. При опасности он молниеносно сжимается, выбрасывает в агрессора свои ядовитые внутренние органы, а потом быстро их регенерирует. Ряд видов огурцов плюется липкими нитями, опутывая ими врага. Эти необычайные способы защиты годятся для мелких рыб, желающих урвать кусочек. Но не для крупных хищников. Американский хвостокол. Эти овальные скаты – искусные бентофаги. Они достигают ширины двух метров и веса свыше 900 килограммов. Как почти все скаты, они часто лежат на дне, зарывшись в песок и наружу, торчат только глаза. Американский хвостокол избегает рифа и камней. Его методы охоты и маскировки созданы для песчаного дна. Они находят своих жертв с помощью острого обоняния и осязания. И у них есть шестое чувство – электрорецепция. Они воспринимают электрические поля, создаваемые всеми организмами. Найдя зарывшуюся в песок добычу, скат очищает ее от песка, смывая его струей воды изо рта и поднимая волну своими крыльями. Ямайский урабат – родич американского хвостокола, гораздо мельче. Круглые и размером с блюдца эти скаты имеют более обширные охотничьи угодья, чем их более крупные родственники. Это каменистые места и коралловые рифы. Для их величайшей хитрости нужен песок. Завидев добычу, ямайские урабаты приподнимают морду, и их тело образует безопасную на вид норку. Маленькое существо соблазняется ею как укрытием и заползает туда. Хвостоколов едят более крупные рыбы, вроде тигровых акул. Хвостоколы спасаются от них, зарываясь в песок или рывком срываются с места. Между тем, над ними парит одно из самых величавых существ океана – черепаха Бисса. Она ищет на рифе корм. Иногда, если к ним вдруг подплыть, они немного пугаются и уплывают. Но обычно они очень приветливы с аквалангистами. Кормясь, они обычно не обращают внимания на приближение аквалангистов. У них клюв, похожий на птичьи. Это одни из самых мелких морских черепах весом до 70 килограммов. На ластах у Биссы по паре когтей, что отличает ее от других морских черепах. Они всеядны. Их влекут рифы. Как этот риф в Белизе. Здесь они едят в основном беспозвоночных вроде губок и водорослей. А порой даже рыбу. Биссы водятся в Атлантике, Тихом и Индийском океанах. И хотя здесь, в Вест-Индии, их популяции крупнейшие, Бисс относят к видам, находящимся на грани исчезновения. Их убивают браконьеры за их красивый панцирь, наживаясь на торговле им, так как из него делают ювелирные и другие украшения. Кроме того, для Бис опасны рыбачьи сети и длинные лески. Они порою в них запутываются. Для Белизского барьерного рифа упадок Бисс вреден. Эти древние существа объедают с рифа губки, открывая рыбе доступ корму. К тому же, черепахи – важный элемент белизского экотуризма. Они привлекают аквалангистов, обожающих плавать с этими животными, населяющими океан уже 100 миллионов лет. Здесь, на рифе, Биссы часто встречают своих гораздо более крупных родителей. зеленых черепах весом в 225 килограммов. Их замечали поедающими губок и метуз. Но в основном эти нежные гиганты – растения яд. Их главный корм – трава и водоросли. Эта морская зелень делает зеленым и жир черепах. Отсюда и их название. Как и у всех морских черепах, у них выживает крайне мало особей. Из 200 яиц, откладываемых каждой самкой, половозрелости достигает всего лишь 1%. И порой только в 35 лет. Но достигшие ее могут прожить 80 и более лет. Эти черепахи, вероятно, прибыли сюда кормиться из своих брачных угодий, проплыв по вес Индии тысячи километров. Такие странствия они совершают всю свою жизнь. Удивительно, но каждые 2-3 года самки бис и зеленых черепах возвращаются откладывать яйца на тот самый пляж, где вывелись они сами. Морские одиссеи у них в крови. Предки этого древнего вида когда-то плавали бок о бок с доисторическими существами. Старейшим найденным останком морской черепахи примерно 150 миллионов лет. То есть, она жила за 85 миллионов лет до вымирания динозавров. Как и доисторические гиганты, их соседи по тогдашнему миру, черепахи – они дышат легкими, но могут задерживать дыхание на невероятно долгое время. Морская черепаха может отдыхать или спать под водой, не всплывая 4-7 часов. Хотя, если она активно кормится, то намного меньше. Она часто ест морскую траву, которую порою трудно поймать, если это вовсе не морская трава. Это гетеро-онгеры. Они толщиной с соломинку и длиной сантиметров в 40. Но целиком их вряд ли увидишь. Своим твердым, заостренным хвостом эти угри ввинчиваются в песчаное дно. Слизь на их коже скрепляет стенки их норок, и они не обрушиваются. Здесь они остаются почти всю свою жизнь, кормясь проплывающим планктоном, мастерски подражая колыханиям морских трав. Или просто исчезая. Донный песок дает приют и одному из самых необычных существ рифа. Ариастру сетчатому. Морских звезд в мировом океане около полутора тысяч видов. На дне их множество. Они вызывают у людей сомнение в том, что они живые, что они едят. Это так. Они живые и они едят. С помощью интересной адаптации морские звезды выворачивают желудок наружу, обволакивают им коралл и ждут. их желудочные кислоты и сок разлагают коралл и звезда в свое удовольствие поедает беззащитные питательные организмы внутри коралла. Эти медленные вкратчивые убийцы тоже угрожают кораллу. Если они расплодятся, они начнут сильно разрушать кораллы, сея на своем пути опустошение. Тогда как краб стеноринкус не причиняет вреда. Обычно он только вызывает людской интерес. За его неповторимую треугольную голову и восемь паучьих ног его часто фотографируют. Эти мелкие крабы кормятся ночью и любят объедать с рифов беспозвоночных. Вокруг рифа Юрка шныряет кузовок лактофрис. Спинной и анальный плавники приводят его в движение, а хвост это его руль. Он не быстрый, но чтобы собирать его корм, частицы растений и животных, быстрота не нужна. Иногда они дуют на дно, чтобы обнажить вкусные кусочки. лактофрис. на него нападают, например, акула-нянька, кузовку нет необходимости бежать. Он выделяет бесцветный яд, смертельный для хищников, но те обычно не трогают его, предупрежденные его яркой окраской. Но такая защита есть не у всех красочных обитателей Белисского барьерного рифа. Спорисома лишена такого средства от хищников, а в числе ее врагов мурена. Но зато она быстрая и ее трудно поймать в коралловых расщелинах. Рот с парисом откусывает кусочки коралла словно клюв. Особые зубы в горле, чья функция крушить, добывают нутриенты из водорослей и самого коралла. Эта способность питаться одним из самых обильных пищевых ресурсов рифа мощная средство выживания. Но у спорисом есть и другое, еще мощнее. Когда они плодятся медленнее и их численность низка, самки, чтобы число особей восстановилось, могут становиться самцами. Вторичные самцы, как их называют, рекламируют это невероятное преображение переменной окраски от красно-серой до ярко-синий. На Белийском барьерном рифе и рифах всего мира сквозь заросли кораллов невесомо скользят светящиеся существа рыбы ангелы. Длина малой рыбы ангела, как и многих ее морских сородичей, доходит до 60 сантиметров, а вес до 2 килограммов. Она ест губок, водоросли и беспозвоночных. Молодые ангелы, чистильщики, избавляющие ронок, луцианов и мурен от паразитов. Одна из самых замечательных сторон этого вида моногамные отношения между ними. Рыбы-ангелы, например, серые, хранят верность партнеру. В парах им легче растить молоть и защищать свою территорию от соперников. Но защита от мальгашской ночной акулы другое дело. Акулам как виду уже 450 миллионов лет. Мальгашские ночные акулы не гиганты и недоисторические акулы-чудища, которых считают их предшественниками. И вместе с тем они шедевры эволюции. Великие охотники, мастера выживания. Они и красивы, и внушительны одновременно. ныряльщики встречи с этими древними хищниками не забывают никогда. Моё любимое место погружения – голубая дыра. Там есть погружение детская площадка. там полно акул – белопёрые, серые, мальгашские, ночные. Это здорово – погружаться туда на 20-метровую глубину. Акулы плавают вокруг тебя всё время, пока ты там. Всюду на этом рифе акулы ищут рыбу, хвостоколов и ракообразных. Всё, что годится им в пище. Они ищут еду сверхчуткими органами чувств. Сначала им говорят о присутствии добычи звуки и вибрации. Сверхострые зрения и нюх подводят их к этой цели. И тут вступает в действие их секретное оружие, особенный и только им свойственный орган чувств – ампулы лоренцини. Все живые существа создают слабые электрические поля и все акулы умеют их распознавать. Так что они знают, где жертва, даже если они её не видят, не слышат, не обоняют и не осязают. Но тем не менее они могут разыскать жертву везде. У этих охотников несколько рядов зубов. Порой на охоте нужно не только найти, но и догнать. Мальгашские ночные акулы любят подплывать глубоко под большие стаи рыб у поверхности и выпрыгивать сквозь них вертикально вверх, как ракеты, набирая при этом полную пасть рыбы. Такой рыбы, как большеглазые карангсы, названные так за их большие темные глаза. Весом до 25 килограммов эти стойкие костные рыбы важный продукт питания высших птичников. Их стаи чудесное зрелище. Как и все стайные рыбы, карангсы сильны своей многочисленностью. Выгодность стаи во множестве глаз, видящих и еду, и хищников. Полезна и их расцветка. Темные сверху они сливаются с морским дном, светлые снизу с солнечной поверхностью. Карангсы не видны в упор и хищникам сверху и хищникам снизу. Но на белисском барьерном рифе есть и другие стайные рыбы. Синие хирурги. Их чешуя и плавники переливаются всеми оттенками синего. Их крупные плоские зубы идеально скусывают с рифа водоросли. А если на них нападает хищник, ему преподносят ужасный сюрприз. По бокам их хвоста два острых шипа, которые при угрозе синему хирургу резко выпрямляются. Они настолько острые, что могут пронзить врага. Неудивительно, что этих рыб называют хирургами. На рифе есть рыбы, совсем не похожие на рыб. Песочный ящероголов или лагард не дожидается, когда к нему подплывет любопытный водолаз. У ящероголова хватает ума не связываться и с иглобрюхами. С виду иглобрюхи безобидны, но они смертельно ядовиты и умеют раздуваться, становясь в несколько раз больше, чтобы хищник не мог их проглотить. Содержащийся в них тетродотоксин в 1200 раз ядовитие цианида. Яда одного иглобрюха хватит, чтобы убить 30 взрослых человек. Но ныряльщику легче погибнуть от этой рыбы в ресторане, а они под водой. В Японии иглобрюхи деликатес. Их особым образом готовят специально обученные повара, удаляя яд. От грациозных существ и сюрреалистических сюрреалистических, до мастеров маскировки и осколков древности. Белисский барьерный риф – это настоящий отдельный мир и одно из многих чудес великой синей бездны. Вокруг тебя там акулы, черепахи, а также кораллы, морские веера, губки. Их колышет течение. Там просто потрясающе. Погружаясь туда, ты чувствуешь себя свободным, невесомым. Вокруг тебя мириады разных существ. Ты наблюдаешь буйство жизни, царящее в этих водах. Причастность ко всему этому внушает благоговение и все это вокруг тебя, совсем рядом с тобой. Это просто прекрасно. Редактор субтитров 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 субтитров